Приветствую! Сегодня немного поговорим о программировании, а также о железной составляющей АВР микроконтроллеров. Основаться будем на платформе Arduino Uno и микроконтроллере от Mega328, ну или одна из ее вариаций, это 328P. Рассмотрим блоги, которые у нас есть. Они представлены в даташите на блок-схеме. Для общего развития, для понимания, как взаимодействуют модули и что вообще есть в этой микросхеме. Наверное, самый главный модуль является CPU, центральный процессор. Соответственно, у него две важные функции. Это арифметикологическое устройство, которое позволяет делать математические операции и также битовые операции. Также CPU позволяет выполнять команды микроконтроллера. Соответственно, это команды внешним модулем, либо свои внутренние команды для обработки каких-то операций. Контроллер непосредственно связан с памятью. От Mega микроконтроллера, и в частности от Mega328, имеют три вида памяти. Это флэш-память. Флэш-память это память программ. Соответственно, тот скетч, который мы напишем, например, в Arduino IDE, будет помещен во флэш-память и будет храниться там. Это энергонезависимая память. Соответственно, при выключении питания мы точно так же получим все наши данные, которые мы туда записали, все команды для микроконтроллера, в целостности. Второй вид памяти, не менее важный, это оперативная память или static RAM. Она существует и используется для хранения переменных и работы с переменными. И для передачи данных микроконтроллеру, для выполнения каких-то арифметических, либо битовых операций. Еще один вид памяти это EEPROM. Это тоже энергонезависимая память, но в отличие от флэша, она чаще используется для хранения пользовательских данных. Еще один вариант бывает для сохранения информации перед выключением микроконтроллера. Соответственно, пользователь записал туда некоторые значения и при последующем включении они могут быть перенесены как в оперативную память для продолжения работы микроконтроллера с того же места, на котором мы завершили. Рассмотрим дальше, какие еще блоки есть. Один из часто используемых блоков это ACP. Отмига 328P позволяет делать 8 входов аналогоцифрового преобразования. Блок ACP непосредственно связан с блоком опорного напряжения. Есть несколько вариантов. Это вот этот блок. Internal Reference это внутреннее опорное напряжение. Но сам микроконтроллер позволяет несколько вариантов опорное, как внешних, так и внутренних. Также непосредственно с ACP связан блок аналогового компаратора. Вот этот блок. Для чего он существует? Например, у нас отслеживается какой-то процесс с помощью ACP. Какие-то данные идут. И при превышении значения ACP какого-то порога аналоговый компаратор нам маякнет об этом. И скажет, что такой-то вход ACP превысил тот уровень, который установил пользователь, программист соответственно. Еще из интересных блоков это таймеры-счетчики. В Atmega328 имеется три таймера-счетчика. Это таймер-счетчик 0, 8-битный таймер-счетчик. Таймер-счетчик 1, это 16-битный таймер-счетчик. И таймер-счетчик 2, также 8-битный. Их мы будем рассматривать, как и многие другие модули впоследствии. Также микроконтроллер позволяет реализовывать несколько последовательных интерфейсов. Один из них это SPI, это синхронный интерфейс. Второй, наверное, близкий к SPI, это TVI-блок. Он позволяет организовывать передачу данных по шине I2C. То есть связывать несколько устройств в одну шину и передавать между ними данные. И блок универсального синхронного синхронного интерфейса, в частности, применяется для записи программ в микроконтроллер. Но в целом может выполнять функцию обмена данных между микроконтроллером и персональным компьютером. Либо еще каким-то устройством. То есть у каждого из этих интерфейсов есть свои преимущества, есть свои недостатки. И в какой-то конкретной ситуации нужно думать, выбирать какой-то конкретный из них. У нас еще имеется важный блок, блок генерации частоты тактовой. Конкретно от MEG328 на плате Arduino стоит внешний кварцевый генератор, кварцевый резонатор, вернее, на 16 МГц. И именно эта тактовая частота идет на центральное ядро, соответственно. С такой частотой команды и будут обрабатываться. Но этот блок позволяет несколько вариантов, соответственно, как внешних, так и внутренних вариантов для установки тактовой частоты. Вот, наверное, это вот та основа, с которой следует начать при изучении AVR микроконтроллеров и в целом микроконтроллеров. Чтобы научиться не тупо использовать чужие библиотеки и только возможности платформы Arduino, а идти чуть дальше и думать именно о платформе Arduino всего лишь как о микроконтроллере со своими преимуществами и недостатками, допустим. Дальше мы посмотрим программирование, какие варианты есть и с чего следует начать при изучении программирования для микроконтроллеров. В общем и в целом программирование микроконтроллеров на платформе Arduino стоит начать с официального сайта Arduino. И, соответственно, в вкладке ресурсы есть вкладочка reference с описанием языка программирования. Язык программирования основан на языке C и его расширении C++. Также есть русскоязычная версия этой страницы, но некоторые функции, некоторые моменты просто не были переведены и она не совсем полная. Так что по-хорошему нужно пользоваться именно англоязычной версией, тем более что английский язык в любом случае понадобится при изучении программирования. Первое, что идет на этой странице, это вкладка с функциями, но, наверное, функции это не то, что следует изучать первым. Если промотать чуть дальше, у нас будут переменные. Вот, наверное, это тот момент, в принципе, с чего начинается код простых каких-то программ. Это с объявления переменных. Но перед объявлением переменных давайте войдем во вкладочку целочисленные константы и поймем, как подавать компилятору ту систему счисления, которую мы хотим использовать. Ну, как, возможно, знают некоторые люди, встречавшиеся с программированием, наиболее распространены, наверное, три системы. Это десятичная, двоичная и шестнадцатеричная. В частности, двоичная и шестнадцатеричная, ну, наверное, наиболее подходят для микроконтроллера, потому что они дают прямое представление в битах, как выглядит наше число. То есть это важно для некоторых битовых операций. Хотя для математических операций мы можем вполне использовать десятичную систему. Но мы вот видим здесь вот колонку форматирования. И она говорит нам о том, что когда мы пишем десятичную константу, нам ничего не нужно ставить больше, никаких значков. И компилятор Arduino IDE поймет эту константу как десятичную. Для двоичных нам нужно поставить буковку B, большую либо малую, можно перед ней 0 поставить. Дальше мы немножко поэкспериментируем. Восьмиричная используется реже. Для шестнадцатеричной нам нужно поставить впереди 0x. Опять-таки маленький или большой, разницы не имеет. Дальше наше число. Таким образом мы создаем константы. Вот здесь есть небольшой примерчик, как присвоить некой переменной n константу 101. И мы сразу понимаем, что нет никакого идентификатора. Значит, это десятичная система. Соответственно, вот здесь вот вариант в двоичной системе. Ну и можно догадаться, что где-то будет вариант в шестнадцатеричной системе. Поговорили немножко о целочисленных константах. Теперь, наверное, типы данных. Вот здесь вот они выделены большим таким столбиком и расположены в немного хаотичном порядке. Ну, наверное, тип буллин будет первой, который нужно изучать. Хотя он там стоит вовсе не первый. Здесь сразу говорится о том, что типы булл и буллин это одно и то же. И они представляют возможность хранения двух своих состояний. Это правда либо ложь. Так как я посмотрел на хаотичность расположения вот здесь типов данных, я создал небольшую табличку, которая нагляднее показывает, как применяются типы данных и какие следует использовать. Так что в дальнейшем пойдем, наверное, по ней. Про типы данных. Ну, тот же тип буллин, соответственно. Но предпочтительно использовать именно короткое номинование булл. Он может принимать два логических значения. Это правда или ложь. Ну, давайте попробуем. Что примечательно, занимает он один байт памяти. Хотя для хранения двух состояний нам нужен один бит. Но, тем не менее, компилятор все равно задействует под эту переменную целый байт. Давайте, например, попробуем. Это, казалось бы, вот такое прям базовое-базовое. Но все равно это нужно понять, чтобы в дальнейшем не допускать каких-то ошибок. И код стал красивее, лучше и более понятный другим. Я пропишу сейчас название типа булл, какую-то переменную, которую я хочу присвоить. И поставлю точку с запятой, соответственно. Что, по сути, произошло в этой простой строчке. Переменной N был присвоен тип буллин. И под нее физически была зарезервирована память. Один байт оперативной памяти. То есть наши глобальные переменные помещаются в static RAM. Мы это смотрели на диаграмме микроконтроллера. Где она находится и как она взаимодействует с ядром. Но, чтобы полностью посмотреть, что произошло. Мы еще присвоим ей некоторую константу. Кроме числовых констант существуют еще константы true и false. В данном случае я присваиваю переменной N значение true. То есть вот здесь мы ее объявили. Присвоили ей буллинский тип. И в дальнейшем я присваиваю ей конкретное значение. Это значение истина. Теперь мы пробуем скомпилировать этот скетч. Загрузить его в ардуино. И посмотрим, что получится. Будем обращать внимание на вот эту строчку. Где сказано, сколько используется памяти для глобальных переменных. Интересный момент, что если закомментировать вот эту строчку. И опять сделать загрузку. Будет занято 9 байт памяти. Запомнили этот момент. Интересно, что компилятор на самом деле не зарезервировал никакой памяти. Когда мы ее просто объявили. Почему это произошло? Потому что мы ее нигде больше не использовали. Соответственно компилятор просто отбросил эту переменную. Как ненужную для данной программы. Потому что она нигде больше не используется. Но если мы эту строчку раскомментируем. Соответственно, н уже присвоено какое-то значение. И опять загрузим это в ардуино. То мы видим уже, что количество байт оперативной памяти занято. И изменилось на 10. Соответственно, мы заняли 1 байт. Вот следуя такой логике. Дальше мы и будем смотреть по табличке. Следующее. Ну, с маленького к большому идем. Следующий тип данных. Это знаковый тип данных. Знаковые целые числа. В памяти занимающие 1 байт. 1 байт может хранить числа от 0 до 255. Если они беззнаковые. Либо от минус 128 до 127. Это тоже 255 значений. Но только знаковых. Существует 2 типа данных. Которые могут хранить в этом диапазоне. Это char и int8t. Вот этот тип int8. И вообще такое указание типов. То есть, это прямое указание типов. Мы указываем, что нам нужно создать переменную integer. Целочисленную. Знаковую. Если мы не указали иное. И присвоить ей размерность 8 бит. То есть, 1 байт. Вот такое указание типов является, наверное, более грамотным. Потому что есть моменты, например, для 8-битных микроконтроллеров. Либо более старших микроконтроллеров. Когда типы данных могут не совпасть. Это касается, например, типа integer. То есть, в Arduino он занимает 2 байта. Но для персональных компьютеров стандарт не определен. И он должен занимать не менее 2 байт. И в стандартных ситуациях компилятор персонального компьютера поймет это число как 4 байта. Тоже связано со старшими 32-разрядными и 16-разрядными микроконтроллерами. Которые могут воспринять число int как 4-байтную переменную. Чтобы такой ситуации не возникало, и мы четко знали, сколько бит оперативной памяти. И конкретно сколько байт. Потому что оперативная память будет выделяться именно целыми байтами. Будет выделена под нашу переменную. Лучше всего использовать типы с прямым указанием размера. То есть, например, давайте вот этот момент. Мы присваиваем нашей переменной n уже тип int8t. 8-битный тип. А теперь записываем туда 10. Загружаем это дело. И мы видим, что занято у нас все те же 10 байт. То есть, булиновская переменная и int8t имеют статические памяти, а одинаковое место занимает. Но иногда нужно использовать булиновскую переменную. Потому что мы точно знаем, что наша переменная может иметь только два значения. 1-0, правда или ложь. И никогда не перескочит ни в какое другое. И этот момент булин можно использовать. Давайте посмотрим дальше, какие у нас еще типы есть. Ну, на повышение это логично, что это int16t. Для ардуино он соответствует типу integer. Ну, как я уже говорил, лучше указывать полностью. Он позволяет делать знаковые целые числа от минус 32768 до 32767. Их занимает в памяти 2 байта. Давайте попробуем вот это поместить сюда. Int16t у нас создается переменная n и соответственно ей выделяется 2 байта памяти. Попробуем загрузить. И логично, что мы должны получить здесь. Это 11 байт оперативной памяти заданной. То есть 9 байт это пустой скетч. 11 байт это скетч с нашей одной глобальной переменной, занимающей 2 байта. Ну, все сходится. Ну, целочисленные типы в дальнейшем идут просто на расширение. Соответственно, с 2 байт мы переходим на 4 байта. Можно использовать аббревиатуру long. Соответственно, это long integer длинное целое. Но лучше использовать, наверное, int32. Что соответствует тому же самому. Дальше у нас есть int64. Тут с огромными числами, которые мы можем туда записать. И размером 8 байт. Производными, в принципе, от целочисленных типов знаковых являются беззнаковые. Либо наоборот. Это перетекающие между собой типы. То есть unsigned это беззнаковые типы. И ключевым словом unsigned, беззнаковые, мы можем сказать, что, например, наш интеджер сделать беззнаковым. И хранить он уже сможет переменные, только положительные. Но диапазон, соответственно, расширится в 2 раза. То есть от 0, вот если для беззнакового целого, 1 байтового, мы можем хранить от 0 до 255. Для 2 байтового, соответственно, от 0 до 65 тысяч. Ну и то же самое есть и для 8 байтового числа. Дальше у нас из числовых типов данных остался тип с плавающая точка. Для чего она нужна? Она позволяет хранить как очень маленькие значения, так и очень большие. Она занимает в памяти 4 байта. Обозначается этот тип как float. Конкретно для Arduino можно писать double. Это одно и то же. Но в целом для старших микроконтроллеров double будет занимать 8 байт. И предпочтительно, если использовать float, то именно так его и указывать. Соответственно, число с плавающей точки разделяется на мантису, порядок и знак. Мантиса это само число, можно сказать. Порядок это тот коэффициент, на который домножается это число. И знак определяет знак. Положительное оно, либо отрицательное. Вообще я скажу так, что для 8 битных контроллеров, если вы хотите использовать математику с плавающей точкой, то значит вы делаете что-то не так. Потому что эти микроконтроллеры, они не оптимизированы для вычислений с плавающей точкой. И в большинстве случаев можно обойтись целочисленной арифметикой. Какие-то уникальные случаи, когда необходимо использовать float, могут только быть. То есть этот тип данных, я считаю, что не должен быть востребован на 8-битных системах. Дальше у нас по порядку идут символьные типы данных. Это тип данных типа чар. С ним мы уже встречались. Он по сути аналогичен знаковым целым. Но у него есть одна конкретная особенность для использования с командами типа print, с выводом на экран, либо на что-то. Чар имеет особенность, что он хранит не просто числа, а хранит символы ASCII, соответственно символы клавиатуры. К каждому символу клавиатуры интерпретируется какой-то код определенный. Это 1, 2, 3. То есть числовой код от 0 до 127. И именно эта особенность используется в типе чар. То есть, соответственно, чтобы записать число, которое будет взаимодействовать с той буквой, мы можем просто указать, вот как здесь в примере, соответственно, переменной myChart, которая имеет тип чар, константу в виде символа, символ t. И в эту переменную myChart будет присвоен числовой код этого символа. И в дальнейшем мы можем его таким образом вводить на экран. Дальше по типам данных у нас идут массивы. Массивы это объединение переменных одного типа. Массив указывается как тип переменной, название массива и количество элементов в массиве. Дальше можно сразу сделать присваивание значения элементам массива. Но в целом можно этого и не делать. То же самое. Можно не указывать количество элементов массива, если мы сразу же делаем присваивание. Он автоматически, компилятор посчитает, что мы создали 5 элементов и сюда подставит вот эту пятерочку. Создаст массив из 5 элементов. Давайте посмотрим, как работать с массивами. Допустим, мы создали вот этот массив. Создадим две какие-нибудь буферные переменные. Допустим, мы хотим прочитать то, что находится в массиве. Адреса, адресация в массиве будет выглядеть следующим образом. У нас вот этому числу будет присвоен адрес 0, вот этому числу адрес 1 и так далее. Соответственно, чтобы прочитать это число в нашем массиве, мы должны присвоить некоторой переменной n значение по адресу 0 в нашем массиве. И тогда n получит число 13, а k получит число 21. В массив также по адресу можно записать некоторое число. Допустим, попробуем сейчас вот это скомпилировать. Ну да, соответственно, мы присвоили второму элементу массива, второй считая от нуля, то есть нулевой, первый, второй. Вот этому элементу число 14. Ранее было 34, а теперь стало 14. То есть, таким образом, вот эти операции позволяют, как изменять массив во время работы, так и наоборот, считывать данные из массива. Следующий тип данных – это строковые массивы. Строковые массивы – это один из видов массивов, имеющий тип char, соответственно, тип символьного типа. Объявление его и все операции аналогичны для массивов, но с той особенностью, что мы можем записывать туда целые строки символов типа char. Это удобно использовать для вывода информации на LC дисплее, создавая такие массивы. Есть одна особенность, что массив типа char должен быть размером на 1 больше, чем количество входящих в него элементов. Вот если посчитать по этой строчке, по примеру, у нас здесь 14 знаков имеется, но размер массива должен соответствовать 15 знаков, так как нужно хранить еще символ окончания строки, 0, ну, либо его еще терминатор называют. Вот это некоторая особенность, соответственно, что массивы должны быть на 1 элемент больше, чем ту строку, которую мы там хотим хранить. Специфическим типом данных является тип void, он показывает, что функция не возвращает никакого значения. Это применяется при создании как пользовательских функций, так и в функции из базиса Ардуино, то есть это void Loop и void Setup. Я вот этот файл оставляю под видео, соответственно, и он достаточно удобен. Здесь можно посмотреть, какие данные предпочтительны, какие типы данных предпочтительно использовать, чтобы не было проблем с портированием системы, допустим, на более старшие микроконтроллеры, либо вообще. Посмотрите это все дело. Ну вот, для первого раза, я думаю, это все. Это, конечно, тот самый базис, который нужно было пройти, проговорить его, чтобы мы могли дальше двигаться уже к математическим операциям, к битовым операциям, потому что без объявления типов данных, без создания переменных, понятно, мы не сможем двигаться дальше. И самое печальное, что некоторые программисты как бы считают, что это само собой разумеющее, не понимая, что внутри кроются за этими типами данных, не понимают, как с ними работать в дальнейшем. То есть, что есть отличия между программированием на персональном компьютере, на том же языке C++, и микроконтроллеров. Например, по целочисленным данным можно в литературе прочитать, что нужно задавать тип данных такой, чтобы ваши переменные никогда его не превысили. Тип данных, который вы выбрали. Но для программирования микроконтроллеров и для работы с микроконтроллеров это правило очень часто хорошо нарушается. То есть, мы работаем с переполнениями переменных, иногда это получаются циклические переполнения, либо другие какие-то переполнения, которые нам позволяют делать те вот фишечки, которые недоступны PC-программисту.